Всем привет, меня зовут Николай Шмачков и сегодня в разгар пандемии коронавируса мы сегодня затронем такую необычную тему как CPA сети, что это такое, можно ли там зарабатывать, есть ли там деньги, стоит ли вкладываться в них и многое другое. И я более того скажу, что CPA сети сейчас станут наиболее актуальны после пандемии коронавируса и есть на то ряд причин. Итак, постараемся поудобнее, я расскажу для новичков, что такое CPA сети и как в них размещать рекламу, ну и конечно стоит ли их создавать для заработка, поехали. CPA сети это специальные сети, в которых рекламодатель платит за совершенное действие на вашем сайте, такое как например оплата за подписку или например отправка формы или там добавление товара в корзину и тому подобное. Вы платите не за клик, не за показы, а за конкретное действие, поэтому система и называется так Cost Per Action, CPA. Коротко давайте разберем схему как это работает. Итак, поехали. Схема достаточно простая. Владелец CPA сети заключает договор с сетью сайтов и размещает на них свои рекламные блоки. Эти рекламные блоки могут находиться как в формате видеоблоков, например в онлайн кинотеатрах или в виде графических блоков, как на ряде известных сайтов. Все эти блоки, они визуально похожи например на привычные Google AdWords и Яндекс Директ, но таковыми не являются и принадлежат уже другим сетям, непосредственно на которых размещается реклама. Вы даже иногда сможете не опознать является ли это сеть CPA сетью или обычной классической контекстно-медийной сетью, но только не Google, а какой-то сторонней площадке. На самом деле сторонних площадок по контекстно-медийным баннеркам на самом деле существует великое множество. И поэтому определить является она CPA сетью или нет, ну действительно вы сразу не сможете действительно отличить внешне. Итак, если коротко, схема выглядит очень просто, например рекламодатель соглашается платить 1000 рублей за подтвержденный лид. Система себе предлагает эту выставленную ставку и когда происходит успешный лид на сайте, она забирает свою комиссию, например 150 рублей и передает 850 рублей уже непосредственно вебмастеру того сайта, где была произведена выплата. Действительно схема выглядит очень просто, как вы видите, клиент заплатил за 1000 рублей за лид, система взяла свою комиссию, ну и конечно же вебмастер получил свой заслуженный доход. Реально вроде бы все смотрится классно, да, действительно это выглядит так, как оно и выглядит, но есть свои подводные камни. Итак, поехали, какие же подводные камни тут существуют? Система достаточно простая, например, если вы слишком маленький сайт, вы можете попросту не смочь добавить себя в любую CPA сеть, если у вас допустим небольшой блок, то есть вы как вебмастер однозначно с такой системой проигрываете. Во-вторых, собственно, сводится проблема к тому, что как действительно рекламодателю найти нужную CPA сеть и выбрать с кем работать. Действительно глаза разбегаются и становится действительно трудно выбирать, потому что им действительно трудно всем скооперироваться для того, чтобы настроить полноценную CPA сеть. Поэтому существует второй, как говорится, реальный мир, как он выглядит в том виде, как он существует. Это система, которая построена через посредников или аффилированной CPA сеть. Если коротко, это некие большие агрегаторы, которые собирают сами по себе вот эти собранные небольшие CPA сетки, которые заключили договора с отдельными вебмастерами и собрали определенную долю трафика по разным нишам. И таким образом комиссию берут как небольшая CPA сеть, которая заключила договор с агрегатором, ну и сам агрегатор за то, что проводится оплата. И, конечно же, клиент получает в итоге через эту цепочку взаимодействия, в итоге то, что ему нужно. Он платит за лиды. И, соответственно, сумма комиссии распределяется между как агрегатором, так CPA сетью. Ну и оставшаяся сумма переходит в вебмастеру. Николай, вы скажете, ну вроде бы все честно. Почему все говорят, что CPA сети, а там обман сплошной, все что угодно. И вы не знаете, что, как выкрутиться в этой ситуации. На самом деле, почему говорят про CPA сети и обман? Почему действительно здесь могут быть трюки? Я чуть-чуть попозже расскажу об этом в видео. Возможно, и вы поделитесь своими историями в комментариях. Я буду только рад их обсудить. Но как бы вот эта CPA аффилированная сеть, она выступает вроде неким арбитражом для того, чтобы в любой спорной ситуации разбираться вроде бы с проблемами клиентом. Но иногда выходит на деле не так. И вот сейчас мы перейдем к этим моментам. Во-первых, давайте посмотрим действительно с позиции рекламодателя в целом на этот бизнес. Во-первых, что такое лиды? Ну, лиды, соответственно, это заявки, которые сделаны на вашем сайте. Собственно, это то, ради чего вы платите. Эти лиды, собственно, являются гарантом того, что вы будете получать заказ. И поэтому давайте разделим, что такое лиды до момента продажи. На самом деле, существует все-таки воронка. От лидов до продаж. Воронка лидов выглядит достаточно просто. Просто обратите внимание. Первоначально, в начале воронки находится та самая куча потенциальных лидов. Они вам насыпаются туда от, собственно, CPA-сети. В частности, мы будем рассматривать только этот канал рекламодателя. Вот вы платите за каждый из них. Из них вы понимаете, что есть лиды некачественные. То есть, которые оставлены по два раза, например. Или оставлены с неправильными данными. Либо, которые вы проверили и оказались неактуальными, либо накрученными. То есть, на самом деле, некачественные лиды, они могут быть тоже разными. То есть, мы четко сортируем некачественные лиды. Это дубли. Мы сортируем некачественные лиды. Это с неправильными контактными данными. Третьи – это пустышки, накрученные лиды. и конечно же это лиды у которых информация уже стала не актуальна либо это лиды были формата просто спросить то есть у вас недостаточная информация была на сайте и есть определенный процент некачественных лидов будьте внимательны именно вот некачественные лиды являются показателем как и качество себя сети в которую вы вливаете рекламу так и качеством вашего сайта так что обращайте на процент разных долей некачественных лидов на это нужно обращать внимание то есть вот вы у вас получились лиды вы отсортировали некачественные остаются так называемые теплые лиды то есть это те которые вроде бы согласны у вас что-то купить заказать ваши услуги и соответственно если мы переходим к теплым лидам из них только часть становится клиентами какая часть а я вам так скажу в зависимости от того как вы умеете работать с клиентом процент теплых лидов переходящих клиентов может быть как от пяти процентов до ста процентов и это факт я имею только теплых процент теплых лидов ко всем лидам может быть разным потому что у вас может неэффективно работать ваш сайт них неэффективно просто работать канал рекламы которые вы использовали плюс его могут накручивать поэтому некачественные лиды я даже не рассматриваю мы рассматриваем только теплые лиды и так вот ключевую особенность вы платите CPA-сети не за теплые лиды, а вы платите CPA-сети за лиды в целом, и поэтому вы должны четко понимать, какой процент некачественных лидов дает вам конкретно CPA-сети. Как вы поняли, вы думаете, теплые лиды могут быть, конечно же, моими клиентами, я буду с ними работать, но среди теплых лидов тоже могут закрасться те самые некачественные, которые вы попросту сразу не распознаете. Во-первых, это может быть конкурент, который пробивает вас всю информацию, во-вторых, это может быть человек, который в принципе просто интересуется, пробивает информацию у всех, узнает цены, но просто закажет у кого-то другого и даже вам не сообщит почему. Так что вы должны тоже понимать, что воронка продаж она неумолима, вы должны это понимать и учитывать, когда будете прогнозировать свой бизнес. По одному замеру теста этого недостаточно. Для измерения коэффициента воронки продаж. Замеров нужно достаточно много продаж, нужно привести много трафика, нужно проанализировать большое количество входящих звонков, использовать для этих какие-то хорошие CRM, чтобы дать четкие цифры. На самом деле, вы можете спросить, Николай, вы, наверное, рассказываете что-то очень старое. Да, действительно, лидогенерация как бизнес в СНГ пришли в 2008 году и тогда они уже поняли, что это будет будущее. На самом деле, эта система существует уже очень давно за рубежом. Просто, ну конечно же, эти сети зарубежные у нас не популярны. У нас популярны другие сети, но почему, например, вы о них не знаете, когда настраиваете рекламу, допустим, вы приходите ко мне, я хочу заказать рекламу, я хочу заказать рекламу, допустим, Google AdWords или Яндекс Директ. Мы все это настраиваем само собой, то есть или там хотите настроить там рассылки или хотите сделать рекламу в YouTube, то есть там это все вроде бы привычные методы рекламирования, но вы никогда не слышали, допустим, я хочу заказать рекламу на сети каких-то там СПА сетей там с оплатой конкретно залит. Да, кстати, вот про это они слышали по одной простой причине, они действительно не популярны и на то есть причина действительно в не очень хорошем качестве и методе их работ. Я не говорю, что они плохие, я даже более того знаю, что крупные рекламодатели активно выкупают трафик из СПА сетей тоже и есть известные медийные и баннерные компании, которые предлагают тоже СПА, систему для продажи своих баннеров в крупному бизнесу, поэтому то, что вы о них не знаете, это скорее всего причина о том, что про них никто особо не распространяется и про них не сообщают крупные рекламные агентства, которые концентрируются на том, что привычно. Конечно, куда проще и безопаснее настроить Google AdWords, Яндекс Директ, где все достаточно просто, понятно, можно взять специалиста, обучить его на этих курсах, которые сам предлагает Google AdWords и Яндекс Директ и не изобретать велосипед в тихий, как говорится, влазя в дебри сложных партнерских систем, которые на самом деле на рынке уже существуют, но мою цель видео рассказать о том, что они существуют, во-вторых, какие они бывают и чего следует остерегаться. За рубежом существует шесть методов оплат за клик, за действия в этих СПА сетях, какие же существуют? Во первую очередь это СПА, то самое paper lead или его еще так называют, когда вы платите за конкретный лид, оформленную заявку, отправленное действие, то есть заполнена обычная форма. Второе действие это CPO или Cost Per Order, вы платите непосредственно за оформленный заказ на вашем сайте, через корзину, любой такой метод. Третий вариант, это когда вы оплачиваете Pay Per Call или PPCU еще так называют, дублируется с контекстной рекламой или Cost Per Call, можно так можно встретить такое совосочетание, это где вы оплачиваете за совершенный звонок. Конечно же система, которая предлагает такой метод взаимодействия, она обычно заточена на Call Tracking. Следующая система PPV или Pay Per View, где вы платите за просмотры видео. Существует множество, даже их не так много, крупных сетей, которые размещают рекламу в онлайн кинотеатрах, где вы платите просто за просмотры вашей рекламы, то есть вы платите не за клики, не за приходы, а за конкретные просмотры. Следующее действие это Paper Install и эта система подойдет тем, кто распространяет свои мобильные игры, мобильные приложения на сайтах партнеров или в других играх, которые также размещают рекламные блоки внутри себя. Ну и конечно же Cost Per Sales, желанная система, за которую готовы платить только все, она заточена на то, что вы оплачиваете только за совершенную продажу в виде оплаченных средств. Вы конечно скажете вау, все, я уже иду в CPA сети и вот это Cost Per Sales или CPS, я вот буду искать в сети такие. Но самое забавное, что в Рунете вы такие сети попросту не найдете. Да, вы будете искать, но вам никто этого не предложит. На самом деле многие агентства пытаются продавать индексную рекламу с продажей той самой лидогенерации. Да, они просто изначально строят свой подход, то что они затачивают оплату за лиды. Это возможно, не спорю. Многие агентства так делают, ну не многие на самом деле, а некоторые агентства так делают, где вы платите им посредственно за лиды. На самом деле контекстные агентства, они берут оплату фактически в трех способах. Первый способ, когда вы фактически агентству ничего не платите, но вы работаете исключительно на их аккаунтах. Единственный нюанс, компании по факту вам не принадлежат, они принадлежат агентству и они получают отчисление от бюджета. Есть такая особенность, существует такой метод у рекламных агентств. Например, это популярно в Яндекс Директ. Второй способ, где вы оплачиваете агентству так называемый Royalty, либо процент от бюджета дополнительный, который оплачивается, либо некую статичную сумму заведения. Это самый распространенный метод взаимодействия рекламного агентства и рекламодателя. И конечно же третий вариант взаимодействия, который существует и сейчас многие потихонечку переводят свою систему работы, это оплата за лиды. То же самое CPA по факту, где продают контекстную рекламу с оплатой за лиды. Мы не будем говорить, что это является CPA сети, но по факту это метод CPA продаж или лидогенерация в контекстной рекламе, которые практикуют отдельные агентства. Они напрямую связываются с клиентом, делают тестовые кампании, просчитывают некую стоимость лида, говорят, что вот мы будем продавать вам лиды по столько-то штук. Ну и конечно же вот говорят, мы будем работать с вашей компанией и оптимизировать ее. Вы скажете, Николай, так давайте я у них контекст закажу, все будет прекрасно. Я думаю, да, возможно будет прекрасно, может быть вам повезет, как некоторым не везет. А почему не везет? Да потому что если они не видят, что у них, ну компания дает мало лидов, им никто не мешает по нужной UTM-метке пробить запрос, сделать лид, отправить заказ, который там от некей Марии Фомкиной, да, с нерабочим телефоном или с рандомным телефоном из базы и по факту слить этот заказ, вам просто слить эти лиды впустую. Вы будете звонить, а номер не рабочий, а за лид вы заплатили. Поэтому проверенный или непроверенный лид это уже такое дело, то есть не все будут эти лиды без конца проверять и говорить, что они верные. На самом деле многие могут накручивать и техник для накрутки существует великое множество. Ну мы переходим про обман в CPA сетях и теперь мы будем более детально останавливаться на этих пунктах. Конечно же вы удивитесь, но Google AdWords и Яндекс Дирек не предлагают формат взаимодействия по CPA. Вы думаете, как так такие крупные поставщики рекламы, как Google AdWords и Яндекс Директ, по факту Google и Яндекс не предлагают, даже Bing не предлагает метод оплаты за действие. Скажите, как так Николай, почему? На самом деле и на то есть множество причин, по которым они не будут работать за этот, за этот метод взаимодействия. Они оставят это на совести вас, как владельца бизнеса, владельца сайта, потому что они не отвечают ни за ваш маркетинг, не отвечают ни за ваше юзабилити, не отвечают за техническое состояние сайта. Они отвечают только за то, что ваша реклама соответствует закону о рекламе, не нарушают принципы сообщества, в котором проводится реклама, само собой, и не нарушают местное законодательство, и в принципе предлагают адекватно оформленный контентом рекламный продукт, то есть, который мы называем объявление текстовое, либо графическое, либо видео, которое будет равной степени конкурировать за счет стоимости ставки. Их фактически интересно, что у вас на сайте происходит, и главное только вот это. И CPA-система в крупных брендах, как Google и Яндексе, попросту не существует. Если она когда-нибудь появится, я сниму отдельное видео и расскажу про это, но ее нет. Даже когда вы думаете, Николай, так там же есть оплата за конверсии, оплата за лиды, допустим, в Google адресах, там в автоматизированных стратегиях, это не то. Вы платите все равно за клик или за показ, в зависимости от компании, просто система адаптирует стоимость клика, чтобы не выходить за пределы стоимости лида, но при этом вы будете платить за клики, а лидов можете не получать. Еще такая особенность. Мы заметили, что любые рекламы CPA-сетей принадлежат обычно малоизвестным площадкам. И сколько я не смотрел, именно рекламируемые CPA-сети в том же Facebook реально принадлежат каким-то неизвестным, либо слабым пабликам, слабым сайтам. Мы сколько ни заходили, мы редко видели крупные. Кстати, это очень-очень удручает, потому что на самом деле в основном рекламой CPA-сетей почему-то занимаются какие-то инфо-цыгане, которые предлагают как продажу этих CPA-сетей, так и собственно и настройку ее, какие-то курсы обучения. В общем, вот в этом плане у CPA-сетей, я бы сказал, вот в этом плане есть негативный имидж среди рекламодателей, потому что рекламодатели рассматривают непосредственно CPA-сети как не самый эффективный мета-рекламы именно из-за уровня траста. Я какое-то время на самом деле постоянно натыкался на этих инфо-цыган, неких спикеров, которые постоянно рекламируют ту или иную CPA-сеть, рассказывают, как они показывают чудеса лидогенерации, что у них миллионы рублей, которые там залетают им просто на кошельки, показывают просто безумные какие-то цифры, что ты там сидишь, смотришь, ну елки-палки, ну раз такая система работает, где его клиенты, а потом смотришь, а на самом деле толком-то и клиентов нет. И потом эти инфо-цыгане, ты смотришь, а их уже и нет, и профили заблочены, либо закрыты, либо там тишина, как говорится, перекати поле пока-то. Николай, вы скажете, ну вы же рассказываете просто какие-то вещи, там пытаетесь кого-то облить грязью. Не, на самом деле грязью не пытаюсь облить, это мое наблюдение, личное, даже и профессиональное наблюдение, что я заметил, что именно вот этот имидж, который делается для CPA-сетей, и он и создал отторжение у рекламодателей, почему им не стоит верить. Но если вторая негативная сторона, почему им не верят? Это, собственно, то, что многие пытаются на этой системе накручивать. Так как фактически вы платите, как рекламодатель CPA-сети, за лиды, и когда они видят, что лидов недостаточно много, чтобы заработать, они какую-то часть подкручивают. Лид могут много подкрутить, могут немного, но в целом подкручивают. Я гугливал огромное количество заданий на таких сайтах, как Udo, на Quark, на тому подобных. Мне нужно было, там на фрилансе находил, и на таком сайте, как Vemail.ru. Анатолий, кстати, делал огромный разбор этих сайтов в своей статье «Заработок интернете». Почитайте обязательно, там этот весь список сайтов есть, где это все могут накручивать, можете проверить. Многие CPA-сети можно проверить там, это не проблема. И многие CPA-сети именно накручивают таким образом себе лиды. Я даже знаю людей, которые в контексте накручивают, агентство накручивают, чтобы клиентам накликать, где у них идет оплата за бюджет. Поэтому мы за бюджет не работаем для того, чтобы, ну... Потому что на самом деле можно же легко накрутить, слить бюджет клиенту и взять себе процент, и это будет чисто выгодно. Итак, как они могут делать? Они могут генерировать заявки, они могут генерировать звонки и могут генерировать клики по формам на сайте, по корзинам и тому подобным. Поэтому самый простой способ, казалось бы, да, вроде бы вы платите за действие, но накрутить они, конечно же, могут. Поэтому, если вы обратите на это внимание более тщательно, вот в этой статейке, которую написал Анатолий, я хочу, чтобы вы изучили эти списки сайтов, посмотрели, какие там оставляются задания, просто погуглите накрутка заявок, накрутка звонков и посмотрите, сколько их. То есть, как вы видите, по механике человек может просто узнать, какая стоимость лида, оставить заявку на юду, например, меньше стоимости лида, ну, например, продавать, там, сделать, допустим, лид стоит 1000 рублей, ну, за 200 рублей оформление заявочки, кинуть эту заявочку и, пожалуйста, пошли лиды, а он себе оплату с клиента списал с баланса и таким образом накрутил себе то, что нужно. Он может это задание публиковать там вечером, какое-то время включать его, выключать, включать, выключать, чтобы подкручивать люди в нужное время суток. И таким образом, конечно же, потом сказать клиенту, ну, люди же заходят, заказывают, видимо, вы их неэффективно обрабатываете, нас это не волнует. Но таким образом можно прилично подкрутить себе заработок на простой накрутке заявок. Во-вторых, конечно же, ну, заявку можно оставить один и тот же человек с разных IP. Просто поменяют IP или используют разные телефоны, таким образом, одну и ту же заявку можно оставить один человек сразу несколько раз. Более того, некоторые системы на самом деле иногда не защищены от дублирования заявок до лиды. И просто, ну, один и тот же клиент делает два действия, оформляя два лида, реальный клиент оформляет два лида и с вас списываются, как за два лида, хотя на самом деле это один лид. Ну и третий вариант, когда может быть обман системы, это когда сами сотрудники системы регистрируют лиды, которые говорят, ну, лид же был, и какими-то могут быть там трюками, обманом, либо при помощи просто дублирования, механического дублирования лида в системе, списывать с вас какие-то определенные проценты за них качественные лиды. Как результат, например, представьте себе, что сделает CPA-сеть, если по факту возьмет себе пять или шесть однотипных сайтов в одной и той же нише, в одном и том же регионе в доставке, к примеру, да, и просто разместит заявку, регистрация заявок сразу на вот этих там десяти сайтов. Клиенты десяти сайтов получают десять лидов одновременно, да, то есть, а CPA-сеть в итоге получает, допустим, если их было шесть, то раз шестьдесят накрученных лидов, с которых получают на разнице прибыль. Но еще очень опасно работать с SEOшниками, которые используют доступ к вашему сайту, которые работают с такой же CPA-сетью. Они могут установить формы для сбора личных данных пользователей, которые вставляют заявки у вас на сайте, собирать их e-mail и телефоны себе в базы данных и потом использовать для оформления реальных лидов на других сайтах. И вы вроде бы скажете, Николай, так это же там типа кликджекинг или как оно называется? Я говорю, да, но на самом деле я знаю случай, про который говорили на форумах и где говорили о том, что действительно SEOшники могут установить такой модуль, фактически собирая ваших клиентов себе и потом из этих баз данных, просто эти базы данных отдавать тем, кто накручивает лиды и прекрасно себе с CPA-сети получать разницу. На самом деле суммы можно колотить на этом безумно. Чему же это может навредить? Ну, самая такая простая перспектива работать с такой соц.сети, это получить бан от Яндекса, с которого вы попросту не вылезете. На что нужно обращать внимание? Ну, конечно же, CPA-сети, когда вы хотите разместить свой код на сайт, когда вы хотите начать с ними работать, они предлагают разместить фрагменты своего кода на вашем сайте для отслеживания тех самых форм. И так вот, без программиста я не рекомендую рисковать и задать ряд вопросов. Первый вопрос. Проверяйте, собирает ли в данных такая форма информацию, допустим, о ваших клиентах без заполнения в форме анкет. Ну, когда фактически по Кукису она пытается определить, кто он такой. Проверьте, существуют ли в этой форме такие скрипты. Во-вторых, проверьте, проверяет ли этот скрипт, зарегистрирован ли этот пользователь в какой-то соц.сети, допустим, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме. Третьих, проверяйте, не ставьте, ну, собственно, не ставьте сами коды, допустим, от ЛП-трекера или Перезвони. Эти сервисы передают владельцу сайта без разрешения пользователя, имена, контакты и профили в соц.сетях. Соблазн есть, конечно, ну, действительно, человек зашел, и вы видите, кто это такой. Но риск велик. Не рекомендуем пользоваться этими системами. А теперь я отвечу на вечный вопрос, который задают мне в контексте. А почему лендинги – это плохо? Ну, я так скажу, ребята, лендинги – это не совсем плохо для ряда ниш бизнеса. Я в последнее время даже пересмотрел немножко свои взгляды на лендинги, и какие-то ниши бизнеса, которые на самом деле очень-очень узкие, продают какой-то один товар в одном регионе, допустим, очень-очень такой локальный бизнес, и им нет смысла заморачиваться с сложным сайтом, то, конечно, для них лендинг, может быть, даже и будет правильным. Но мы поговорим конкретно, когда лендинги создаются для CPA-систем, для каких-то крупных бизнесов. Пик лендингов пришелся вот на мой период времени, это 2016-2018 год, когда я только устроился работать в SEO Quick и начал настраивать контекстную рекламу. Первые клиенты были, это, конечно же, эти лендинги. Что такое, собственно, лендинг, ну, глазами меня, как рекламщика? Это одностраничный сайт, на котором есть четко оформленные кнопки захвата данных клиентов, на которых он может быстро ставить заявку, он может быстро посмотреть УТП, он может быть посмотреть счетчики на какие-то там, которые там показывают, калькуляторы, какие-то списки товаров, списки цен, отзывы там, рекомендации, какие-то натуральные вещи в него там, портфолио там, все что угодно. И все это на одной большой такой странице. Вы скажете, Николай, ну а как может одна страница продавать для одного большого бизнеса? Ребята, я видел лендинги абсолютно разные, некоторые огромные просто, которые содержали в себе все. Вот, но в целом лендинг заточен на продажу одного либо несколько однотипных типов товаров, принадлежащих какой-то одной нише. Ну, чаще реально это какого-то одного товара. И вот здесь, собственно, что подкупает, да, если у вас устаревший сайт, вы его там давно не обновляли, там с 15-го года, например, вы там вообще не лазили в код, там мобильной версии даже в помине нету, то есть там вообще с кода подуть и пыль посыпется, да, то есть, то, конечно, лендинги для вас будут вау, круто, зашел в какой-нибудь конструктор, там быстро накидал картинки, выбрал какую-то классную тему, подставил там графику, все, сайт готов. И реально это подкупает многие, многие мои друзья, надежды за дешевым сайтом, пошли в лендинги, сделали себе лендинги, а потом думают, куда делся их трафик. Ну и сейчас мне могут закидать меня камнями, дизлайками в комментах, типа, ну, лендинги классно продают, все такое. Да, лендинги классно продают, но в определенных условиях, при определенных условиях. Во-первых, вы продаете товар, который все знают, и он довольно у вас продается дешево. Плюс у вас второй момент, вы известный продавец, про вас можно где-то что-то почитать, и вы гарантируете доставку, то есть там какие-то условия, не связанные с предоплатой, например, да там оплата после доставки товара, например, то здесь тогда лендинги могут даже обалдеть, как сработать, если продаете что-то одно, популярное, и вас знают, вас можно там найти в соцсетях, кто вы такой. Например, у вас здесь раскрученный профиль в Instagram. Если вы хотите раскручить профиль в Instagram, и Анатолий снял классные видео, написал классную статью, я рекомендую, как посмотреть ролик, так и почитать статью. Ключевая проблема, с которой мы сталкиваемся, когда клиент поднимает себе лендинг, он иногда оставляет свой старый сайт, то есть есть лендинг, который он поднял на новом домине, и старый сайт, который существует на старом домине, и что он в итоге делает? Он может зайти, допустим, на Google карты, и поменять ссылку старого сайта на новый сайт, ну и думает, ну все, вроде бы я все сделал, или там Яндекс справочники поменять, на самом деле он ничего не сделал, потому что его сайт существовал, куча справочников мог существовать, его сайт мог бы представлен быть в куче рассылок, которые он делал, то есть его старый домин, и старый сайт на самом деле начинает конфликтовать с новым сайтом, это называется афилиат, я немножко ушел от CPA сетей, но хочу рассказать, что такое афилиаты, и с этой проблемой мы часто сталкиваемся, когда клиенты просто меняют себе сайт, ради того, чтобы увеличить количество лидов, если коротко, афилиат, это такой же самый сайт, у которого могут совпадать, название фирмы, номер телефона, адресные данные, какой-то контент, написанный в коммерческой части, то есть допустим, в шапке, в подвале, то есть, и также, если у них одинаковый IP, и они находятся на одинаковом хостинге, либо у домен-регистратора, одно и может быть тоже имя, тот, кто его зарегистрировал, это может быть замечено, как афилиатство, если хотя бы номера телефонов и адреса совпадают, система эти сайты склеит, и будет считать, что это дубли, будет показывать какой-то один из них, система афилиатов, это защита на самом деле от того, чтобы никто другой не создал сайт с вашим названием и рекламировался по вашему бренду, и получается, вы сами попадаете в ловушку защиты поисковых систем от того, чтобы против вас не создавались дубли. Соответственно, вам придется выбирать старый сайт или лендинг, что развивать, во что вкладывать деньги. В старый сайт придется вложить примерно от 500 до 5000 долларов, в лендинг придется вложить от 200 до 500 долларов. Вы, конечно, скажете, ну, наверное, лучше лендинг. Зачем мне тратиться на этот сайт? Вы скажете, Николай, а почему сайт такой дорогой? На самом деле, в стоимость сайта входит как работа программиста, так и работа копирайтера, работа контент-менеджера, работа SEO-шника, чтобы он оптимизировал вам все тайтлы и выписал все списки ошибок. Это реально все стоится в этот бюджет. Сказать, что там работа над сайтом стоит только работа программиста, это неправильно. Еще и ваша работа, как руководителя, чтобы распределить все это, сложите все эти часы, умножьте на стоимость часа каждого сотрудника и получите бюджет на подъем этого сайта, ну, как говорится, из грязи в князи. По поводу лендинга я суммы назвал, это реальные суммы, которые предлагают сами продавцы этих лендингов, которые их создают на конструкторе, на своем арендном конструкторе обычно, потому что вы платите обычно на этих сервисах за аренду, за эти лендинги. Ну, исключение, если только программист вам этот лендинг не сверстает просто на домене. Ну, он не будет подключен каким-то либо системам, которые там обычно эти все LP-генераторы предлагают. Давайте коротко разберемся, чем лучше лендинг от сайта. Давайте так, у лендинга обычно больше показатель конверсии, это известный факт, но у сайта лучше показатель отказов, он гораздо ниже. У сайта заявки более заинтересованы, хоть их и меньше. Да, у лендинга заявок больше. Информация о товаре расписана на сайте может быть гораздо более полна, так как у лендинга попросту для написания товара просто недостаточно места. Также, например, у сайта есть один такой минус, если у него проблемы с навигацией, пользователь может запутаться. На лендинге пользователь обычно негде запутаться, потому что по факту это всего лишь одна большая страница. Также у сайта есть один минус, у него может быть сложные формы заказа. Лендинги в этом плане выигрывают формы для оформления, то есть заказа обычно у лендингов лучше. Еще стоит знать, что лендинги не получают обычно трафики из поиска. Их методы продвижения, те, про которые мы сегодня с вами рассказываем, плюс контекстная реклама. Сайт же хорошо получает трафик с органики, за который вам попросту не надо платить. Ну и, конечно же, ключевой показатель, сайт может работать с доверием, потому что есть здесь определенные пункты, об этом я расскажу чуть больше. К лендингам доверие ниже. Ну и, конечно же, сайт может лучше представить информацию о вас в поиске, он может выдать информацию, кто вы такой, когда вы работаете, время работы, какие миссии вашей компании, какие у вас контакты, какие у вас вакансии, и тому другое, любую другую информацию. В то время как лендинг просто не может уместить в себе эти лишние информации, которые обычно находятся на так называемых служебных вспомогательных страницах. Но вы скажете, Николай, так а что же выбирать? На самом деле, вот мой личный совет вам всем, у лендингов можно много что взять хорошее, например, адекватно оформленные коммерческие страницы, например, адекватно рабочие формы для отправки заявки, но, конечно же, все это надо интегрировать на ваш сайт. И, конечно же, нужно упростить навигацию, сделать ее более простой и понятной, ну и продумать, конечно, все эти call to action элементы для оформления того самого заказа, который вам нужен. Ну и, конечно же, при выборе CPA сети, которые вы будете думать продвигать свой снова созданный лендинг или уже оптимизированный старый сайт, вы, конечно, наткнете, что, ну, как они пишут, вот, например, да, при выборе CPA, они гарантируют вам выполнение всех своих обязательств, там гарантированный прирост новых клиентов, отсутствие оплаты из-за потери некачественного трафика, но вы увидите внизу обычно приписочку, что при попытке оспорить качество трафика, да, стоим, все ваши расходы не возвращаются, независимо от результатов, оплата, которую вы произвели в CPA сеть не возвращается никогда. Поэтому вернуть аргумент, то есть, что вы нет, не сможете. Почему? Потому что деньги затрачены на рекламу и на обслуживание, как вы видите в этом скрине. То есть, что это значит? Вы, получается, платите за лиды по предоплате, лиды вам выдаются где-то там по 900 рублей за каждый, и при попытке оспорить, если вам накидали кучу лишних лидов, получаете вот ничего. Но зато реклама в этих CPA сетях, которые обычно предлагают вам свои услуги, либо это CPA сети, либо рекламное агентство, которое работает по CPA системе, кстати, вот здесь очень важно, как отличить реальную себя сеть от агентства, которое продает заявки. И вот мы замечали, что многие могут говорить, что там создадим вот как вот это непрерывный поток вам клиентов, все тому подобное. И они что в основном делают? Они могут перекупать трафик дешевый из контекста. Раньше они это активно делали, перекупали трафик из контекста. Могут ставить баннеры на свои сетки сайтов. И, конечно же, могут там настраивать ретаргетинг на посетителей каких-либо блогов своих по вашей рекламе. Ну и, конечно же, гнать трафики на новосозданные лендинги, на которых оформлять заявки, которые по факту в ручном режиме регистрировать на вашем сайте. Почему бы и нет? Они могут делать и так. Сейчас мы немного перейдем к еще одному методу трафика, который CPA сети могут выкупать. Это баннерные сети. Да, существуют известные всем баннерные сети, некоторые еще известные мне даже с далеких 2009 года, такие как MarketGit, например, и тому подобное. Мы, помню, с ним сотрудничали. Это было просто отвратительное сотрудничество, мы его разорвали, потому что, на самом деле, самое бесполезное сотрудничество, которое у нас было на моей заре, это MarketGit. Ребята, кому реально это сотрудничество помогло, напишите в комментах, хочу знать. И, конечно же, не только Google AdWords и Яндекс.Дирок принадлежат баннерные сети, это факт, он принадлежит рынок не только им. И CPA сети, которые существуют, конечно, вот на май 2019 года я вот, собственно, и смотрел, которые есть, я думаю, сейчас есть и новые, вот, например, это новые сети на 2020 год, баннерные сети, которые продают рекламу на баннерах. И, собственно, баннерные сети заключаются в том, что они размещают привычную, как вот RSI контекстно-медийная сеть баннеры, но они принадлежат конкретно, как говорится, им. И качество, обычно, этих баннеров, ну, не всегда классно. Конечно, там иногда появляются нормальные товары, но, ребята, вот в баннерную сеть идет все то, что не прошло модерацию в Google AdWords и Яндекс.Дирок. Тут, поверьте мне. Есть еще довольно-таки необычный метод, когда CPA сеть предлагает непосредственно продажу услуг товаров, это через e-mail рассылку. Она может нагонять трафик по собранным e-mail базам, рассылать письма, рассылать эти спамные письма, не спамные. Вы, наверное, видели, да, что спама сыпется огромное количество. Вы думаете, кто же его рассылает? На самом деле, CPA сети могут реально рассылать чужие, как говорится, акции и, собственно, собирать оплату за лиды. То, что им не хватает, они уже докрутят. А как они эти базы собирают? Одним из тех методов, о которых я сообщил выше, могут просто их воровать, покупать на Даркнете и таки другими любыми способами. Сейчас я выведу на экран ряд логотипов с известных CPI сетей, которые по методам сайта Коба они считают популярными. Ну, собственно, вы их видите, они вот все мелькают. Если вы пользуетесь хотя бы одной из них, напишите мне, пожалуйста, в комментариях и напишите, насколько было успешно ваше сотрудничество с ними. Если вы о них даже что-либо знаете, напишите. Очень хотелось бы получить фидбэк по каждой сети, которая существует, потому что на самом деле из всех мы не работали честно ни с кем. Говорю честно, поэтому выводы, которые я сформировал, они обычно идут от моих клиентов, которые частично с некоторыми сотрудничали, а также к нам приходили иногда сотрудники малых вот этих CPI сетей, не крупных, не аффилированных, это потому что здесь вы видите аффилированные соседи, а малых и некоторые имена просто появляются, исчезают, появляются, исчезают. Сейчас мы им пишем, а они уже на другой работе забили работать CPI и поняли, что в этом делали денег. Нет, но я знаю, что в партнерке, это еще называется партнерка, многие варятся, многие зарабатывают деньги, некоторые проводят кучу бизнес-тренингов, форумов, рассказывают, как нужно забивать на SEO, продвигать партнерку. Ну вот, собственно, я бы хотел, чтобы вы в комментах написали, кто с кем сотрудничает и насколько успешно ваше сотрудничество. Поделитесь, пожалуйста, эту информацию, это будет полезно всей нашей комьюнити, мы работаем ради нашего комьюнити, а не просто для того, чтобы продавать кого-то из них и поделитесь реально вашей информацией. Ну и, конечно же, давайте-ка сравним лидогенерацию и SEO глазами бизнесмена. Ну, коротко, лидогенерация обещает мгновенный эффект. SEO мгновенный эффект не обещает никогда. Если кто-то вам обещает, ребята, мгновенный эффект, это он кидает людей. Никто мгновенный эффект по SEO никогда не пообещает и более того, никогда же не издает адекватные сроки. Я считаю, что даже оптимальные сроки на то, чтобы сайт начал хоть как-то шевелиться и подниматься вверх, это минимум 4 месяца, а в среднем 7, для того, чтобы полноценно сайт начал двигаться вперед. Соответственно, результаты, которые в CPA и в SEO, это краткосрочные теперь давайте по поводу стоимости. Если в лидогенерации вы четко платите за лиды, вот, платите за лид, они называют некую сумму, которую вам нужно заливать. Суммы могут быть разными, от 1000 рублей за один лид. В то время, как в SEO стоимость лида никто не рассчитывает, стоимость рассчитывается разными методами. Сколько стоит SEO? Мы рассказывали, как в статьях, так и Анатолий снимал видео, я тоже оставлю все это в описании, обязательно сходите и посмотрите. Ну и, конечно же, контроль за лидогенерацией у вас практически отсутствует. Вы не можете следить за процессом, как это работает, у вас нет никаких методов отслеживания. В то время, как в SEO у вас есть множество методов отслеживания работы. У вас есть веб-мастера Google и Яндекс, у вас есть аналитика Яндекс.Метрика, к примеру. Соответственно, вы можете всегда просить отчеты о выполненных работах у SEO-специалистов и так далее и тому подобное. Также можно ссылочки смотреть в Ахревсе и другие методы. Все для вас они открыты. Ну и, конечно, по поводу целевой аудитории. дает всего лишь там 30% целевой аудитории. В то время, как SEO захватывает там практически 78% целевой аудитории в вашей нише. И это действительно факт. Доверие пользователей. По поводу себя сетей, я не уверен, что реклама на баннерках, постоянная вот эта заливка рекламы дает вам доверие. Это очень краткосрочный метод и не факт, что он будет полезен. Не факт, что вообще, на самом деле, он принесет вам продажи. Про вас вообще мало кто будет знать. В то время, как SEO, оно работает изначально на доверие. Оно работает на расширение брендовой выдачи. Оно работает на ваше представление в сети, на оптимизацию вас в поисковой выдаче. Ну, то есть, изначально, оно уже заточено на бренд и на работу с той же репутацией и отзывами про ваш бизнес. Есть кое-что, что роднит в себя сети с известными финансовыми пирамидами. Вы можете даже дать аргументы за и против. Можете там поспорить со мной. Ну, коротко, давайте определим в маркетинге CPA сетей и в маркетинге финансовых пирамид действительно есть общее. Во-первых, собственно, обещание прибыли через пару дней. Да, короткий срок для прибыли. То есть, вы уже сразу будете получать лиды. Во-вторых, там огромное количество заявок в день. Что там, собственно, продаж, что там. Огромное количество продаж. Собственно, ROI минимальное вложение, максимальная прибыль, потому что нет никаких потерь на другие расходы. Что там, что там. Также, дешевая стоимость одного целевого посетителя. То есть, в итоге, вы получаете самую эффективную стоимость посетителя или да, то есть, это у вас приходит сразу клиент. Ну, и, конечно же, анонимность руководства. Да, то есть, вы никогда не выйдете в себя сети на ее директора. Вы можете все, что угодно, делать, но вы этого не сможете сделать. Точно так же и с крупными финансовыми пирамидами вам попросту этого, наверное, будет невозможно. Ну, и, конечно же, вам будут менеджеры, что там, что там, в любой критической ситуации красиво заливать в уши какую-то ерунду без объективной конкретики. Давайте разберемся, а кто же здесь зарабатывает? Ну, конкретно, кто может зарабатывать на CPA сетях? Ну, наверное, вебмастера своих сайтов или, допустим, владельцы сетки сайтов. Почему? Потому что они могут создать блоги, создать какие-то, ну, полезные продукты, какие-то онлайн игры, все что угодно, и разместить те самые рекламные баннеры, которые будут крутиться на их игрушках. А если еще игрушка популярная, то баннер будут кликать ради того, чтобы там получить какие-то валютные кристаллы, а вы, соответственно, будете на рекламке зарабатывать себе, ну, соответственно, на то, что вам нужно. И за последнее полезное действие просмотра рекламы CPI-сеть может себе прекрасно вам выплачивать дивиденды, потому что вы станете, как говорится, в этой пищевой цепочке CPI-сетей, тем самым вебмастером, который разместил у себя рекламу. Соответственно, вы можете таким образом неплохо заработать, если у вас получилось создать как угодный сайт. Но давайте ситуацию, у вас нет сайта, да, но вы хотите заработать на перепродаже того самого трафика. Вам ничто не мешает фактически настроить систему учета трафика и покупать трафик таким образом через контекстные сети, через все что угодно, перегонять, получать лиды и зарабатывать на перепродаже трафика между, в этой цепочке между рекламодателем и вебмастером. Вы можете с легкостью настроить себе систему так, что вы будете фактически генерировать лиды, перепродавая трафик, затратив на, допустим, вот банально вы купили 1000 переходов за 100 рублей, да, из них 800 человек пришло по реферальной ссылке, к примеру, да, из 800 человек 6 оформило заказ. За каждого клиента вы заработали 100 рублей, итого 600 минус 100 ваш заработок 500 рублей. Простая система, как говорится, да, вот, и соответственно надо всего лишь только это сделать. Опытные арбитражники могут даже не напрямую гнать трафик, а так называемым подогревом, когда они создают какие-то лендинги там с каким-то бесплатным продуктом, книгой, чем угодно, то есть каким-то курсом, который можно скачать онлайн. Потом в итоге по ретаргетингу крутят рекламу на конкретный товар, который пользователь уже получил какую-то полезную информацию, непосредственно уже более эффективно закажет. И соответственно расходы на эту рекламу обходятся гораздо дешевле и таким образом они уже продают, могут перепродавать лиды, таким образом дороже, собственно, те рекламные агентства, о которых я рассказывал. Я вам так скажу, методы возможно классные, но я не скажу, что они сверхэффективно рабочие. Если у кого-то сработало, ребята, поделитесь в комментах, у кого сработал метод, когда вот вы сначала гоните трафик на один лендос, с лендоса гоните на другой лендос, получаете лид и уже, собственно, этот лид перепродаете. Если у вас так работает, то классно, будет классно рассмотреть ваш кейс. Я готов даже его рассмотреть на очередном вебинаре. Это будет действительно очень интересно, если он действительно у вас сработает. На сегодня, я думаю, вам рассказал все. Хотелось бы узнать побольше информации от вас, наших зрителей, кто работал с СПА-сетями, кто является сотрудником СПА-сетей. Расскажите что-то хорошее, потому что ролик получился таким негативным в комментах. Реально, хорошее может действительно помочь пересмотреть мои взгляды. Мой опыт пока негативный с ними. Но хотелось бы посмотреть, у кого получилось позитивно. Расскажите, без всякой рекламы, просто расскажите позитивно, у кого, какая сеть, допустим, коротко лучше. Так как комменты не пропускают ссылки, ставьте без там просто названия в соцсети и больше ничего. Не надо там ссылки ставить, потому что YouTube обычно блочит комментарии. Это есть такая особенция, я потом их не вижу, не могу на них ответить. Не болейте, выздоравливайте, обязательно соблюдайте карантин, для того, чтобы не заражать окружающих. Мы всем рекомендуем сейчас, кто может работать удаленно, работайте удаленно, перестройте свой бизнес удаленно, как я рассказывал в прошлых роликах. Постарайтесь, конечно же, беречь себя и своих близких и данных.